Так полетим или нет? Росавиация предложила руководству саратовских авиалиний добровольно отказаться от перевозок. С подобным заявлением гендиректору компании сегодня обратился руководитель национального ведомства Александр Нерадько. И вот цитата. Учитывая беспрецедентное, безответственное отношение руководства авиакомпании АО «Саратовские авиалинии» к вопросам обеспечения безопасности полетов, предлагаю подать заявление на аннулирование сертификата эксплуатанта и сосредоточиться исключительно на аэропортовой деятельности. Сообщается, что предоставленные в Росавиацию документы не подтверждают устранение выявленных у перевозчика несоответствий и замечаний. В том числе члены экипажа самолета Ан-148, который разбился в феврале в Подмосковье, по-прежнему включены в список авиаперсонала компании. На борту разбившегося воздушного судна, напомню, находился и ярославец, 29-летний Алексей Никитченко. У погибшего остались жена и маленький ребенок. Кроме того, Ярославский аэропорт Туношно планировал сотрудничать с саратовскими авиалиниями. Перевозчик должен был доставлять жителей нашего региона в Сочи и Анапу. И вот вдруг такое неожиданное заявление от Росавиации. Росавиации. Росавиации.